О! Проверяйте! Проверяйте! 50 курсантов Института Пограничной Службы Республики Беларусь единым строем вышли на боевой расчет, вышли в скорбном молчании, неся 50 портретов пограничников 1941 года, которые в это же время, 81 год назад, заступили на охрану государственной границы большого, сильного государства. Они были так же молоды, они так же мечтали о счастье, о любви, они хотели жить. И именно они, военнослужащие 17-го погранотряда, мужеством своим бессмертия шагнули, первыми встав на защиту священных рубежей Родины. Вспомнить всех, поименно, каждого легендарного героя, цели акции, которую инициировали военнослужащие Института Пограничной Службы Республики Беларусь, а воплотили курсанты-первокурсники. Когда находишься в Брестской крепости, хочется сказать, что ощущается этот дух, это, можно сказать, вот эта мощь, весь боевой дух тех военнослужащих, тех пограничников, которые находились в 1941 году здесь, в Брестской крепости. И мы понимаем, сколько людей, сколько пограничников, мирных жизней, сколько забрала эта война, и вот эти первые дни, секунды войны. И когда мы находимся на этой акции, мы вспоминаем тех пограничников. И мы представляем, насколько тяжело им было тогда, насколько им было трудно осознавать то, что их родные могут умереть. Они не боялись за себя, они боялись за своих родных. И наша главная цель в этой акции – это вспомнить всех поименно, поддержать их как-то с земли, поддержать этих людей, которые умерли, которые смогли отдать свои жизни за наши жизни. Иван Комиссаров, Феодосий Кириченко, Алексей Новиков, Николай Поляков и многие другие пограничники запечатлены на этих черно-белых портретах. Быть может, они, оборонявшие свою землю, рядовые лейтенанты, полковники, старшины писали на стенах Брестской крепости «Умираю, но не сдаюсь, а сколько их осталось в Брестской земле безымянных». Именно эти ребята разрушили планы вермахта на получасовой захват крепости. Ставка на неожиданность, мгновенность не сработала. Фашист не принял во внимание особую любовь к родной земле русского народа-народа, сила которого не подвластна никаким объяснениям. Андрей Митрофанович Кижеватов – один из таких, легендарный и непобедимый. В год 115-летия со дня рождения героя Советского Союза, лейтенанта Кижеватова, на мероприятие приглашен специальный гость, заслуженный артист Российской Федерации Андрей Мерзликин, который воплотил образ легендарного лейтенанта в кинокартине «Брестская крепость». Я горжусь этой ролью, ролью Андрея Митрофановича Кижеватова, в первую очередь тем, что она полностью отзывается с моим внутренним мировоззрением и с моими взглядами. Я рад быть причастным не только к этой картине, но к судьбе Кижеватова, с судьбой всей нашей страны, с ее опытом, с ее культурой и с ее надеждами. Поэтому благодарю каждого из вас и сегодня мы вместе, за что вам огромное мое человеческое спасибо. Вспомнить героя Великой Отечественной войны, отдать дань памяти погибшим в первых боях на границе прибыли представители семи стран. Впервые в патриотическом форуме приняли участие официальные лица Координационной службы Совета командующих пограничными войсками Республики Армения, Республики Беларусь, Кыргызской республики, Республики Узбекистан во главе заместителем председателя Координационной службы Совета генерал-майором Владимиром Моисеенко. Приглашение на патриотическую акцию приняла делегация Калужская область России. Ее возглавил заместитель губернатора Константин Горобцов. В Брест приехали и представители учебных заведений пограничного профиля России, Казахстана, Таджикистана, а также Уральского государственного педагогического университета. Вот это количество стран-участниц подтверждает то, что мы, во-первых, имеем общую историю, которую мы не забываем и чтим. И на сегодняшний день, когда происходят сложные геополитические процессы в мире, которые, безусловно, влияют на все сферы жизни общества, политическую, экономическую, духовную, именно патриотизм, может быть, и является той основной силой, которая может сплотить вокруг себя народ и защитить те достижения, которые достигнуты нашими предметами. Поэтому все государства это прекрасно понимают и направили сюда своих представителей. Непосредственное участие в защите Брестской крепости принимали участие кыргызстанцы. Более 20 кыргызстанцев принимали участие, большинство из них погибли при защите Брестской крепости. Кроме того, в Великой Отечественной войне участие принимали более 360 тысяч кыргызстанцев, 90 тысяч из них не вернулись с фронта. Более 150 тысяч кыргызстанцев были награждены орденами, медалями. И несколько десятков кыргызстанцев также стали героями Советского Союза. Мы должны помнить мужество, подвиг наших отцов, дедов. И мы должны эту память передать следующим поколениям. Нижегородская делегация ветеранов-пограничников уже в четвертый раз на Брестской земле в эти священные дни. 50 человек во главе с председателем организации Андреем Петровым приехали в Брест, чтобы почтить память всех, кто отдал своей жизни, чтобы жили мы. Сегодня мы с большим удовольствием, большим уважением к памяти, прежде всего, пограничников, конечно, и всех тех, кто встретил войну на священной белорусской земле, мы сюда прибыли для того, чтобы отдать дань памяти. Благодаря им мы сегодня здесь проводим и участвуем в боевом расчете, который, прежде всего, является символом мира, памяти о тех людях, которые нам этот день подарили. 22 июня 1941 год, 4 часа утра. Это самая страшная ночь, ночь начала войны. С этого времени начался пятилетний кошмар, великая отечественная война с фашистской Германией. 81 год прошел с ее начала, но и сегодня мы скорбим обо всех погибших и помним о них, помним всех поименно. Для памяти и скорби нет временных промежутков, и потому мы склоняем головы пред памятью воинов сороковых, погибших и вечно живущих в памяти народной.